В последние годы в России набирают популярность занятия для детей по ментальной арифметике. В их основе древняя методика обучения устному счету. Что привлекает в ней родителей и педагогов? Полезно ли развивать ребенка с помощью этой системы? И почему законодатели относятся к ней с особым вниманием? Об этом поговорим прямо сейчас. Вы смотрите программу «Крупным планом» и я ее ведущая Светлана Митина. А у нас в гостях заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова и директор Академии ментальной арифметики Алия Маулешева. Также чуть позже к нашей беседе присоединится профессор Татьяна Черниговская и педагог по ментальной арифметике Татьяна Шахматова. Здравствуйте, уважаемые гости! Мы очень рады вас видеть, но перед началом нашей беседы я предлагаю совершить небольшой экскурс в прошлое и посмотреть видеоматериал о том, как и где зародилась ментальная арифметика. Ментальная арифметика Ментальная арифметика – методика развития интеллектуальных способностей за счет устных вычислений. Основной инструмент для занятий ментальной арифметикой – счеты под названием абакус или сарабан. Историки предполагают, что первые абаки появились уже в третьем тысячелетии до нашей эры в Месопотании. В пятом веке до нашей эры с абаком познакомился и Древний Рим. Но это только предположения, хотя никем и не опровергнутые. А вот уже более достоверное доказательство – сам абак и его чертеж, выполненный европейцем в 17 веке. В настоящее время он хранится в Парижской национальной библиотеке. В китайской национальной литературе встречается упоминание о Суаньпане – китайском варианте абака. Именно китайцы превратили обыкновенную табличку в рамку со стержнями и косточками в них. В таком виде счеты прибыли в Японию. Японцы немного их модернизировали, убрав одну лишнюю косточку и назвали на свой манер – сарабаном, что в переводе означает «вычислительная доска». Сарабаны активно использовались, поскольку в стране восходящего солнца в те времена процветала торговля, и значимость математического образования была очень высока. Ну а сейчас освоить древнюю систему счета может любой желающий. Ментальная арифметика, пришедшая к нам с Востока, с каждым годом становится все популярнее. А вот насколько актуально использование древней системы устного счета в современном мире высоких технологий – вопрос, на который и предстоит найти ответ. Галина Николаевна, проект по ментальной арифметике был включен в состав проектов Евразийского женского форума, одним из главных организаторов которого вы являетесь. Почему вы решили это сделать? Чем вас привлекает этот метод? Прежде всего привлекает метод в связи с теми новыми вызовами, с которыми мы все сталкиваемся. Цифровая экономика, она вошла не только в профессию, почти все профессии, но и вошла в быт каждого человека. И, конечно, девочки, которые будут получать профессию, специальность, должны, на мой взгляд, и эта позиция, поддержанная Валентина Ивановна Матвиенко, иметь хорошие математические знания. Они должны быть конкурентны на рынке. Он не такой легкий для девочек, которые выходят в жизни. Поэтому мы хотим популяризировать эту технологию, привлечь внимание родителей, педагогов и девочек к тому, что математикой надо владеть, с математикой надо дружить. Без математики очень трудно будет жить в современном мире. Поэтому проект развивается, вызывает огромный интерес в обществе. И в рамках Евразийского шинского форума мы даже провели уникальный чемпионат по ментальной арифметике. Равному чемпионату в мире ничего подобного нет. Как раз популяризацией ментальной арифметики активно занимается Алия. Вы первой начали продвигать на постсоветском пространстве эту методику. Что, на Ваш взгляд, она прежде всего развивает в ребенке? Какой задел на будущее она дает? Ментальная арифметика – это, прежде всего, методика развития навыков, методика интеллектуального развития. Как мы знаем, если готовиться к цифровому будущему и к развитию навыков цифровой экономики, есть определенные конкурентоспособные преимущества, которые дети, приобретая сегодня, имеют хороший задел на будущее. В первую очередь, это развитие навыков компетенции 4К – это коммуникация, креативность, коллаборация. И, следовательно, дети, которые занимаются по ментальной арифметике, имеют лучшие шансы для развития всех этих конкурентоспособных своих преимуществ, в первую очередь. Математика – это уже дополнительный бонус, мы всегда считаем, благодаря тому, что дети занимаются методикой. А методика, она очень тренинговая, она очень навыковая. Они развирают целый ряд своих компетенций. А всем ли детям подходят занятия ментальной арифметикой? Или все-таки есть исключения? Методика очень доступна и простая, и подходит абсолютно всем детям. Более того, у нас есть опыт работы, поскольку мы являемся глобальной академией, на сегодняшний день работающей в 80 странах мира. У нас есть опыт успешный в странах СНГ, где мы работаем с детьми с ограниченными возможностями. Дети с ограничением слуха, с ограничением зрения, ДЦП, и у всех очень прекрасный результат. А на обычных уроках математики эти знания по ментальной арифметике не мешают? Нет, вы знаете, это зачастую очень часто задаваемый нам вопрос, насколько это противоречит стандартной математике. Дело в том, что ментальная арифметика — это лишь дополнительный способ решения той или иной математической задачи. Более того, арифметика — это является основой математики, поэтому это очень хороший фундамент математики. И многие дети, благодаря тому, что они занимаются у нас ментальной арифметикой, они, во-первых, развивают уверенность в собственных силах, во-вторых, у них повышается интерес к изучению математики и точных наук, что самое главное, наверное. А в-третьих, благодаря тому, что они приобретают уверенность в своих силах, они очень смело развиваются свои интересы в изучении других точных наук. Сейчас к нашей беседе присоединяется человек, который непосредственно занимается преподаванием ментальной арифметики. Это педагог Татьяна Шахматова. Татьяна Владимировна, здравствуйте. Ранее вы преподавали математику в обычной школе. Насколько уместно, на ваш взгляд, использовать ментальную арифметику на классических уроках математики? Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые гости в студии. И хочу вам сказать, что ментальная арифметика — это, в первую очередь, целая система, система развития умственных способностей детей. Я, как учитель математики, прекрасно знаю, что устный счет — это основа математики. Ни один урок у нас не обходится без устного счета. Поэтому ментальная арифметика будет уместна на уроках. И мне кажется, что это две составляющие дисциплины. Ну, конечно, не надо думать о том, что ментальная арифметика может полностью заменить обычную математику. Но дополнить ее вполне возможно. Объясните, почему дети при ментальном счете совершают такие необычные движения руками со стороны? Это выглядит несколько странно. Да-да-да. Вот как раз ментальная арифметика, когда детки учатся считать ментально, весь процесс происходит так, что сначала мы с помощью этого абакуса учимся считать, а потом дети запоминают этот образ в уме и уже воображая этот предмет, начинают считать ментально. Поэтому, чтобы подвинуть эти косточки, посчитать и получить ответ, соответственно, им нужно это представить. А так как техника пальцев у них четко уже отработана, то они двигают пальчиками, как будто передвигая воображаемые косточки. А какую основную задачу вы ставите? Научить быстрому счету или все-таки развить ребенка? Ну, конечно же, развить ребенка. Но на второй план тоже устный счет ставить нельзя. Потому что он используется у нас везде в жизни, он пригодится на практике, не только в школе, но и в жизни. Посчитать в магазине, на рынке, сколько стоит предмет, ну и ту же ипотеку, которую может ожидать любого ребенка в будущем. Спасибо за ваши ответы. Галина Николаевна, вы на Евразийском женском форуме видели ребят, которые владеют этой методикой. Как вы считаете, может быть, ее действительно стоит со временем внедрить в обязательную школьную программу? Каково ваше мнение? Я думаю, что надо пообсуждать с экспертами и педагогами. По крайней мере, мы такую записку подготовили в адрес Министерства просвещения, министру Васильевой Ольге Юрьевне, и надеемся, что вместе пообсуждаем. Мне, как уже вникшему в этот проект человеку, ну и тем более сама с образованием, АСУ и ЭВМ, инженер-экономист и специализация АСУ и ЭВМ. Это было так давно, но, поверьте, до сих пор это основа знаний, которые я получила. Она не устарела, эта база, которая позволяет мне многие вещи и процессы видеть системно, объемно. Поэтому я вижу смысл и значимость развития этого предмета. Поэтому я буду голосовать двумя руками и очень настойчиво буду в том, чтобы эксперты дали такое заключение, потому что многие письма остаются без ответа, кажется, что это чей-то вымысел, выдумка, новая фантазия. Но настолько быстро меняется время, меняются подходы, у детей порой падает интерес к предметам в школе. И в этой связи мы постоянно должны искать пути, позволяющие развивать детей, развивать мозг. Более того, я видела, как работают дети в Новокузнецке. Мы недавно на форуме женском тоже проводили такой чемпионат. Вы знаете, у них ответственность. Они должны очень быстро решить эту проблему. Я считаю, что каждый современный человек должен работать на результат. Делай любое дело, будь то в быту или на работе. В любом случае должна быть такая сосредоточенность, ответственность и все-таки поиск технологий, упрощающих решение сложных задач. Это тоже одно из преимуществ этого метода. Но тем не менее, поскольку этот метод новый, он, конечно, вызывает самые разные суждения. И мнения относительно его полезности для ребенка существуют самые разные. Есть эксперты, которые абсолютно уверены в том, что он вредит маленьким детям. Насколько правомерны такие суждения? Вы знаете, мы можем опираться на свой многолетний опыт работы с программой, а также на ряд международных исследований, а также российских исследований, которые занимались изучением влияния ментальной арифметики на развитие интеллектуальной способности детей разных возрастных категорий. Можно ссылаться на исследования, которые мы проводили совместно с Московским государством, педагогическим университетом, на базе Московской государственной школы, когда доценты кафедры наблюдали за контрольной группой, которые занимались нашими детьми, за контрольной группой, которые не занимались по нашей методике, и делали педагогические и психологические срезы в течение года, а то и двух, наблюдая, так ли это правомерно о том, что мы говорим, что ментальный арифметик развивает компетенции, внимание, мышление и ряд других компетенций, и влияет ли это на их способности изучать другие предметы. Они отметили положительную динамику по развитию всех интеллектуальных показателей, которые они замеряли, а также не заметили никаких негативных последствий для изучения. Также есть ряд международных исследований, это и японские исследования, это и Стэнфорд университет в Америке, которые доказывают эффективность того, что дети, занимаясь ментальной арифметикой, улучшают ряд своих интеллектуальных способностей. О том, что это мешает учебе, мы работаем с огромным количеством детей на постсоветском пространстве, по миру, а ссылаясь на опыт наших коллег, абсолютно не видим такого негативного влияния. Единственное, что это дает дополнительный способ решения той или иной задачи, то есть у ребенка всегда есть выбор, решить ли ему способом ментальной арифметики, решить ли этот предмет, а ему использовать школьный метод, столбиком или еще разные другие методы. А вот сейчас хочу привлечь к нашей беседе известного российского ученого в области нейронауки и психолингвистики Татьяну Черниговскую. Здравствуйте, Татьяна Владимировна. Как, по-вашему, ментальная арифметика влияет на мозг человека и какие навыки развивает? Добрый день, Светлана. Разумеется, это влияет на развивающийся мозг, но это звучит банальнее, чем на самом деле, потому что на мозг влияет все, что бы вы ни делали, хоть вы зеленый чай пейте, все равно это на мозг влияет. Но это специфическая вещь, которая развивает очень рано. Развивают у ребенка не только функции тех частей мозга, которые не были бы так развиты без этого, но это развивает даже эмоциональный интеллект, потому что ребенок достигает успеха, он должен, он ставит себе некую цель, он эту цель выполняет, и более того, он ее выполняет лучше других. Это очень серьезный, так сказать, эмоциональный удар такой, понимаете? Он привыкает быть успешным, он привыкает к тому, что можно цель поставить ее выполнить и даже выиграть, и не просто выиграть, а еще выиграть чемпионат мира и войти в книгу рекордов Гиннесса. И это делает маленький человек, это формирует его характер. Поэтому, мне кажется, это важная вещь. Сколько времени нужно заниматься ментальной арифметикой? В России обычно такие курсы рассчитаны на два с половиной года. Вот сколько лет или месяцев нужно этому уделять, я не знаю, потому что я не педагог, я не преподаю это. Но я знаю, что в Японии, и кажется, в Китае такая же цифра, этому уделяется четыре занятия в неделю. Понимаете, эти страны, а это вообще ведь из Азии эта история к нам пришла, эти страны знают, что делают. Они просто так не учили бы детей шахматам, игре в ГО и ментальной арифметике, если бы, или уж во всяком случае, сделали бы это каким-нибудь там кружком. Если больше нечем заняться, можно и посчитать. Но они вводят это в школьную программу. Это долго и часто происходит прямо в классе. А мы знаем, каких успехов Индия, Япония, Китай добились именно в этих сферах. Они и в других добились, но в этих точно. Надо сказать, что в России есть ассоциация, академия даже, которая занимается ментальной арифметикой. И они хотят, и я думаю, что у них получится, они хотят серьезных научных исследований. Они их уже начали, но пока это только начало, я бы считала, что на это нужно обратить внимание. Я только хочу сразу всем сказать, это не короткое дело. Это не может быть сделано в течение месяцев. Это то, что мы в науке называем лонгитюдные исследования. Этих детей нужно исследовать много лет, одних и тех же, для того, чтобы посмотреть, что в итоге из этого вышло. Потому что вундеркиндов много, а вот куда они потом деваются, эти вундеркинды? Как мы знаем, они куда-то исчезают. Спасибо, Татьяна Владимировна, за ваше мнение. Галина Николаевна, Татьяна Владимировна, кстати, впервые познакомилась с детишками, которые занимаются ментальной арифметикой как раз на Евразийском женском форуме. Согласны ли вы с тем мнением, которое она озвучила? Ну, конечно. Я в целом благодарна Татьяне Владимировне за участие вот в том чемпионате, который проводился в рамках Евразийского женского форума. Это большой авторитет и в науке, и вообще в нашей стране. Мы все лекции смотрим, которые есть, и можно найти в интернете. Я уж не говорю, пытаемся каждый раз вживую увидеть, пообщаться. И поэтому мнение Татьяны Владимировны очень важно. Я полностью согласна, что нужны исследования. Во-первых, снять какое-то негативное отношение, если оно есть. Но в данном случае же пока речь идет о праве выбора. Если родители, сами дети хотят этим заниматься, они занимаются. Просто если будут результаты исследований, которые говорят о положительном результате на развитие ребенка, на его успешность, на его комфортность в жизни, в среде. Ведь очень многие дети, особенно те, кто хорошо учатся, мы знаем, как их называют ботаники, они порой не имеют такого авторитета среди сверстников. А когда они становятся лауреатами, чемпионами, то это совершенно другое отношение. Но самое главное, это для них важно, что они могут еще и это. Поэтому я полагаю, что мы тоже будем помогать и способствовать тому, чтобы такие исследования были. Просто я видела уже на протяжении целого ряда лет, какие это дети, как они занимаются, насколько у них необыкновенно высокий интерес, совершенно другие глаза. А как радуются родители, бабушки и дедушки. Мы в Новокузнецке не успели выйти, поприветствовать участников, сколько увидели острую необходимость поприветствовать и поблагодарить родителей и бабушек. То есть это целая семья включается еще в один вид совместной деятельности. Очень важно ведь сегодня дети и родители, все так не всегда совпадает в одном пространстве. А здесь вместе занимаются и помогают своим деткам. Нам нравится, что этот опыт изучают наши коллеги. В частности, Всероссийская ассоциация женщин-предпринимателей. Наши коллеги ездили в Ганновер, учили. Это все они увидели на форуме. Им тоже захотелось сделать не хуже и изучать этот опыт. Мы с этими предложениями по развитию этого метода направляли экспертов выступить на женской двадцатке в Японии, которая была в конце марта. То есть интерес, по крайней мере, женщин, выдающихся женщин, женщин очень активных в мире, к этому направлению очень высок. Мы хотим, чтобы девочки в будущем были защищены, были конкурентны, были успешны. А самое главное, были счастливы. Если им это поможет, то это уже хорошо. Да, Алия, тоже прокомментируйте, пожалуйста, совсем ли вы согласны. Абсолютно совсем. Спасибо большое, Галина Николаевна. Дело в том, что Евразийский женский форум дал уникальную возможность девочкам со всей страны, не только России, но и порядка десяти иностранных государств, которые к нам приехали в гости на чемпионат в рамках второго Евразийского женского форума. И впервые в истории России и в истории мира мы установили мировой рекорд 150 девочек в возрасте от 5 до 14 лет, установили мировой рекорд по математической эстафете. Как самый длинный математический эстафет, они решили более 30 тысяч примеров за 8 минут. Это было очень большое достижение как для каждого ребенка в отдельности, так и для всего Евразийского сообщества, потому что это впервые, это большое достижение. И более того, это показательный результат того, что могут добиться дети в маленьком возрасте, если они будут прикладывать к этому усилия. Алия, ну мы сейчас в основном говорим про девочек, а мальчикам подходит этот метод? Абсолютно. Вы знаете, на самом деле в нашей академии обучается больше мальчиков. То есть мы проводили статистику, и у нас порядка 65% мальчиков, 35% девочек. Кстати, мы заметили, что эта тенденция немного изменилась после того, как девочки установили мировой рекорд. То есть интерес у девочек возрослых. Повысил. Нам очень важно действительно девочек ориентировать. И технологические знания, знания математики, информатики. Все это очень важно. Все-таки у нас за последние годы сложилась тенденция несколько иная. Да. Девочек в маленьком возрасте приобщать к искусству, к спорту, но никак не к математике и техническим наукам. А сегодня очень востребованы девушки с техническими знаниями и очень много возможностей получать новые специальности. И мы с Министерством промышленности и торговли работаем в этом отношении. И поэтому этот проект имеет такое огромное значение для развития других проектов Евразийского женского форума и в целом в развитии женской повестки. Алия, как вы планируете в ближайшее время дальше продвигать и внедрять эту методику? Популяризировать ее? Ну, благодаря тому, что мы включены в женскую повестку и целый ряд мероприятий, организованных Советом Федерации, мы имеем выходы на площадки как международных форумов, женских форумов, сибирских форумов. Более того, у нас есть целый ряд сотрудничеств. Например, вот с завтрашнего дня начинается неделя финансовой грамотности. Это такой федеральный проект по России, в рамках которого мы также будем обучать как в рамках онлайн-марафона, обучать финансовой грамотности и как правильно считать детей, так и очно по школам. То есть это популяризация самого интереса к ментальной арифметике, интереса к тому, что нужно и легко можно научиться правильно считать. Это широкомасштабное мероприятие. Мы активно в нем принимаем участие и готовы продолжать эту повестку. Галина Николаевна, правильно я понимаю, что проект по ментальной арифметике продолжит оставаться в центре вашего внимания? Конечно. Мы его недавно утвердили. Валентина Ивановна Матвиенко тоже поддержала. Более того, есть пожелание работать гораздо активнее в этом отношении. И мы будем продолжать, я думаю, с такой командой продолжать легко и уверенно, и будем это делать. Продолжение следует...